Сегодня 11 июня 2013 года. Мы только что вернулись из Нюрнберга, где проходил процесс над фалшистскими главарями. Ну и вот приехали только. Начался дождь. Я собачку прогулял. Начался дождь. Видите, смотрим на четвертый этаж. Германия. Трудно поверить, что мы... Вот мы были. Первый раз я видел такая вот обстановка. Люди все имеют. Сети обеспечены сегодняшний день и старость. А духовно общение рассуждается и не нуждается. Библиотеки между собой заключили как бы договор, мне сказала переводчица, что на религиозной основе ничего не надо. Я пытаюсь показать, что это не религиозное. А в основе находится Слово Божие. Показать, что откуда все. Ничего, вопрос уже закрыт. Нет. Это начали в Адунге. В Германии. У меня, понимаете, она звонила и говорит, я тут ко мне в Гонг. В Адунге я звонил, а сказали, а нам это не надо. Я подумал, как это не надо. Везде надо, и были в Польше, Варшаве, особенно в Беларуси, в Украине. О, разница большая. Очень большая. Здесь все обдумано, чтобы человеку было удобно здесь жить. А о вечности как будто никто не слышал и не знает. Это мое мнение, основанное еще на том, что раньше я знаком был с баптистами. Лищи, которые были в России, а потом переезжали сюда немцы и возвращались. И рассказывали, что для них, даже для баптистов, курить это вопрос. Никакой уровень ее не играет. А у баптистов, если кто курит его, они сразу на замечание и встречат. Вот и потом, которые приезжали, я разговаривал с ними. Никакой такой особый порыв, чтобы ревности сократить себя, порабощая, смиряя тело мое. И в никакой мере это не проявляется нигде. У нас хорошо, хорошие дороги, замечательно мы это все посмотрели. Но дальше, дальше конец. А об этом как будто никакой даже речи нет. И начинаешь говорить, они как-то быстро, разговор переводят на наши недостатки. Ну какие наши мои задних недостатки, показывать не надо. Но в этих недостатках я сейчас начинаю видеть и плюсы. Вот мы едем, можно свернуть с трассы в любом месте, полежать на траве, отдохнуть, ночевать. Здесь никуда не съедешь, ты полностью перекрытый. Сетка, это ограждение, ну никак невозможно. Ну только это. Даже у нас искать надписи как-то. Село, сейчас оно ткнулось, и все, а здесь как-то заворачиваются, крутят, крутят дорогу. Может быть это слишком у них возвышенно, как-то. А у нас не до конца понимают. Я еще порядки не знаю. Я вышел сейчас собачку прогулять там. Машины стоят, уперлись как бы к решетке, а там сантиметров на 20-30 трава растет. Я по этой траве, 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 так возле решетки и прошел там тополя растут. Ну прям как у нас, потеряем. Я прошел туда дальше, а собачка любит, когда ее отпускаешь с поводка. Я отпустил, можно помолиться. Потом глянул, какой-то стоит мужчина, одетый, так, что-то у него там, ну создаление рассмотрел. Но показалось мне, что он не просто гуляющий, а наблюдающий. Я быстро к собаку крикнул на поводок, ищет не бегом, гляжу, он тянется за мной. Я-то по-за ограни, по-за ограни с этой стороны вышел и гляжу туда, гляжу. Он дошел уже, где я свернул. Тут машины стоят и так высматривают. Я подеходим по с этой стороны, открыл собаку к себе в эту кабину. Ну там не кабина, а второй отдел. Скорее прицепил, вынул, никого нет, шторки задвинул, выскочил, пошел в дождь. Почему? А у них тут не принято, может быть, гулять. Может быть, это его частная собственность. А у нас-то этого нет. Где бы я ни слез, я могу погулять, походить. Бежу, машины сегодня стоят, утром ничего вроде не было. А уже сейчас там и бутылки валяются, и пилик там Coca-Cola или что-то, тут же, где стоят на остановке, уже бросают. Конечно, никакое сравнение с русским не приходится даже. Ну и откуда им быть, когда в лес не зайдешь. У меня в лагерь приезжал, Быков Дмитрий Львович. Он говорит, да откуда быть несчастным, и слышим, Лапкин. У него все, говорит, в рамках, купаться там по плавке, ну как, везде есть. Вот. И здесь тоже, как оно может быть, когда никуда нельзя. Может, здесь в этом есть преимущество, какое я не рассмотрел. Но в то же время, мне охота погулять, чужая земля. Я в лес сунулся, вот здесь, когда были мы, в Белоруссии. Ну иди в лес, там валяются деревья, за каждым там рядом. Но я мог походить. Понравилось мне, можно посох, я палочку вырезал, принес. Здесь никуда я не зайду, ничего нет. Это мне стеснительно. Я как-то однажды встретил в Москве, из наших братьев, православных-то. А у него жена, она была гидом в Англии, кажется. И когда там мы эти экскурсии шли, она, может быть, я маленько не так говорю, проси Господи. Он был гидом в России, она познакомилась. Познакомились, поженились, помечались. И она живет. Живет, и надо меня пригласили. Он говорит, бревна, давай год никак не определим, что-то строить начало. А я говорю, да хаван, говорит, что ты, что перед домом бревно лежал, забудь про это. Моя жена, говорит, прожила у меня уже сколько-то, года 4. Она поехала опять в Англию, к своим-то. Вернулась и говорит, там все вылизанное. Там коруня не брось, дерево перед домом нет. А у нас тут все растет, и крапива, и будилье, говорит. Она говорит, я до того по-русски беспорядкам соскочилась. Из Англии это, из зализанной это. Ну, прямо рвалась уже сюда. Значит, в природе человека вот эта зализанность, она не прописана. Если она прописана, то это уже от ума. Ну, как в природе человек живет? Ну, смотри, как она живет. Растет и подошел ребенок, надо листик сорвал, пожевал. Яблоко там, ну, конечно, не в чужом огороде. А я даже вот здесь увидел и испугался.